Всем привет! Сегодня я снимаю такое необычное для себя видео. Это видео о моих расходах за месяц жизни в Стамбуле. Меня давно просили рассказать о том, сколько у меня денег уходит на проживание здесь, на квартиру, на счета. Меня на самом деле разговоры про деньги в интернете немножко смущали, но я просто поняла, что в последний месяц смотрю только такого типа видео. Мне очень интересно сейчас самой узнавать, сколько стоит аренда жилья, сколько стоит еда в разных странах, в разных городах, поэтому я решила, что окей, это на самом деле может быть очень полезное видео для кого-то. Так что сейчас давайте мы сразу же с вами посмотрим, сколько же я трачу за месяц в Стамбуле. Я использую сайт Notion, здесь очень удобно все расписывать. И начала вести я такую вот запись, запись своего бюджета в декабре. Так что у меня записаны все расходы за декабрь, январь и немножко за февраль. Трачу я каждый месяц примерно одну и ту же сумму, поэтому давайте посмотрим сразу декабрь и январь. В декабре я потратила 915 лир на еду, которую я покупала в магазине, 250 лир на еду и напитки, которые я либо заказывала, либо покупала вне дома, 723 лиры на красоту. Под красотой я подразумеваю какие-то бьюти-средства, то есть макияж, что-то для макияжа, для ухода за собой, телом, кожей и также походы в салон красоты, парикмахерские и так далее. И вот получилось 723 лиры, но для меня на самом деле это очень-очень большая сумма, я столько не трачу. Но в декабре как раз я потратила 600 лир на покраску волос, потому что я красила весь год там разные цвета свои волосы, и я поняла, что ну все, мне уже хочется вернуться в блонд. Вот, так что меня вот так вот покрасили 2 месяца назад, и также мне сделали еще кератиновое попрямление. Я очень была рада тому, что в декабре я совсем не покупала одежду, потому что обычно у меня с этим проблемы. Так что на одежду я не потратила ничего абсолютно. На вещи для дома я потратила 166 лир. За аренду и счета вместе я отдала 3030 лир. На самом деле аренда у меня стоит 2180 лир каждый месяц, но туда еще приправляется айдат. Айдат это сумма, которую вы платите за как раз обслуживание дома, вынос мусора и так далее. У меня в доме есть еще два бассейна, хамам, сауна, спортзал. Да, здесь такой довольно большой айдат, 300 с чем-то лир, по-моему, сейчас уже 360. И еще в счета я решила сразу же внести плату за Wi-Fi и за телефон. Дальше у меня идет раздел экстра. Экстра это то, что в принципе невозможно отнести ни к одной категории. Здесь у меня подарки, потому что был как раз Новый год, да, декабрь. Подарки, цветы, которые я покупала себе домой, называются они кокина. Вот такой новогодний цветок. И керамика, потому что я начала заниматься керамикой и просто себе покупала, ну вот то, что в принципе ни к чему нельзя отнести. И это все стоило 625 лир. На самом деле самое дорогое, что здесь было, это подарок для утку. Я покупала ему ботинки на Новый год. Дальше идет раздел образования и книги. Я ничего не потратила, как на одежду. Подписки. 48 лир это подписка на Netflix и Spotify и все, больше ничего нет. И транспорт я практически не выходила из дома. На транспорт я потратила 50 лир. И последний раздел, который здесь есть, это бизнес. Бизнес это мои разные проекты. У нас тут есть проект, мы вместе делаем свечи. Вот тогда как раз мы делали заказ. Покупали силиконовую форму для свечей и что-то еще. Какие-то материалы, там фитили, краску. На аренду и счета я потратила 3084 лиры. В разделе экстра у меня 210 лир. Я покупала тогда подарок утку на день рождения. Это была камера. И мне очень хотелось купить себе точно такую же камеру. Камеры одноразовые, те, которые можно использовать только один раз. Якобы на самом деле их можно использовать больше. Я очень хотела также купить эту камеру себе, поэтому я купила две штуки. Каждая камера такая небольшая стоила 100 лир. Вот. И доставка 10 лир, поэтому 210. Образование и книги. 60 лир. Я покупала тогда 4 книги на французском языке, потому что я поступила на французский язык и литературу в Стамбульском университете. Вот. Сейчас учу французский, так что мне это очень нужно. Я помню, я тогда смотрела на самом деле цены, которые были написаны на этих книгах в евро. Там получилось в общей сумме что-то вроде 300 или 400 лир, а у меня вышло 60 лир, так что это прям супер классно. Подписки. Опять 48 лир. Это тот же самый Spotify и Netflix. Транспорт. Я выходила из дома просто, мне кажется, раза 4 или 5 максимум в январе, поэтому на транспорт я потратила 32 лиры. Это просто отлично. И да, больше ничего я не потратила. На бизнес мы ничего не тратили. В итоге в декабре получилось 5915 лир, а в январе получилось 6150 лир. То есть примерно одну и ту же сумму я трачу в месяц, вместе со своим жильем, с едой, со всем-совсем. Вот так вот. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. И я бы хотела узнать, кстати, если кто-то живет в Стамбуле, напишите, какие у вас расходы в комментариях. Даже если вы живете где-то за границей, скажем, не в России, то да, пишите, какие у вас расходы. Или даже в России, в принципе, в разных городах разные расходы. Это интересно. Оставляйте свои комментарии, я буду очень ждать. Я все читаю, и я вам потом отвечу. Спасибо большое за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.